как было раньше когда работник устраивался на работу будучи иностранным мигрантом он просто приходил в фирму отдавал документы и фирма регистрировала его на юридический адрес своего здания теперь нужно фирме обязательно иметь жилое помещение в своем наличии для того чтобы мигрант мог там фактически ночевать более того под удар попадает не только рабочие но и иностранные работники в крупных так называемых солидных фирмах фирмы уже начинают предупреждать работников о том что больше не могут их регистрировать поэтому им нужно позаботиться о своей регистрации самостоятельно как вы понимаете далеко не все могут оформить ее быстро поэтому некоторые сотрудники уже подумывают об увольнении с работы что нужно сделать работнику чтобы все-таки получить регистрацию и при этом не быть уволенным с работы больше на свою компанию надеется судя по всему не получится поэтому нужно регистрироваться у физического лица то есть в той квартире которую вы снимаете при этом там нужно фактически проживать то есть ночевать в другом месте вам будет нельзя иначе по закону вас теперь могут просто депортировать а еще под удар попадают иностранные студенты обучающиеся в россии в том числе те которые уже учатся но сейчас уехали на каникулы раньше можно было регистрироваться просто на главное здание университета а жить в любом другом месте теперь же студентов обяжут регистрироваться исключительно в общежитии что означает что им нужно там жить ночевать а у университета появится дополнительный рычаг контроля на особо нерадивых студентов нашалил и тебя лишает регистрации ну и соответственно депортируют кто выиграет от этого закона выиграет первую очередь мвд который получит больше возможностей для того чтобы закрывать свой план по депортациям по штрафам по вымогательствам почему нет выиграет кроме того и фсб и другие спецслужбы которые нарушители уезжающих в другие страны могут таким образом вербовать принуждать к дружбе провокациям ко всему остальному ну и вполне возможно что выиграют теневики так называемые легализаторы которые могут вас эффективно зарегистрировать конечно это регистрация ничего не будет значить при остановке вас с постовыми например но по крайней мере вы можете какую-то иллюзию своей собственной свободы создать как с этим бороться на самом деле почти никак вы конечно можете договориться со своим арендодателем чтобы он зарегистрировал вас у себя в квартире но ничего не мешает ему в любой момент поднять арендную плату мотивирует и тем что он того зарегистрировал а за это нужно обязательно платить кроме того вы конечно можете уйти в теневой сектор и попытаться бегать от постовых от полицейских от проверяющих органов но это не очень надежно потому что рано или поздно проверяющие доберутся как минимум до той компании где вы работаете более подробно о том что вообще происходит и как это можно изменить если вообще можно вы сможете прочитать в нашей статье на сайте новой газеты к счастью пока это можно сделать без регистрации